так друзья всем привет долго размазывать не буду все конкретно по теме что я подразумеваю по тем что вернуть легкие после ковида дело в том что после перенесения любой респираторной легочной инфекции особенно сопровождающийся или выразившийся в пневмонии особенно двухсторонней и сам серьезности пневмонии возникает вопрос о том что легочная ткань могла преобразоваться где-то она могла заместиться рубцовой тканью могли появиться спайки могла снизиться вообще а площадь вентилируемой легких и объем легких тоже связано это с тем что во время заболеваний во первых часть легочной ткани не работает во вторых воспалительный процесс вызывает эксудацию то есть выделение с в жидкости и воспалительный процесс очень часто сопровождается тем что образуется в этом месте с пайки то есть ткань претерпевает дегенеративные процессы и сам замещается вот вопрос в том что этого можно избежать в какой-то самой степени с помощью разного рода дыхательных упражнений но дыхательные упражнения должны быть не простые что называется просто подышал они должны быть такие чтобы задействовать все отделы легких как верхушки легких так и нижние отделы легких то есть те части легких которые мы задействуем достаточной степени мало и в обычной тессом жизни в связи с этим я в свое время давно еще до ковида начал писать и записывать и видеокурс который называется самки триада туда выходили три вещи это рефлекс рефлексаторная гимнастика то есть активация над организма всего дыхательная гимнастика и сосудистая и суставная гимнастика вот но речь сейчас идет только лишь об одной из части а дыхательный дело в том что конечно существует масса различного типа дыханий стрельниковый и прочих там всяких разных у них свои задачи а вот и и они все почти все дыхательные практики которые современные разработанные врачами или другими со специалистами там например по восстановительной медицине по физкультуре и так далее они задействуют какой-нибудь один из аспектов не затрагивая сами другие есть конечно еще дыхательные практики взятые из йоги а там все классно но сам сложно сложно потому что йога невозможно без некой там эзотерической составляющей а разработанную самая тема она немножко другая там все просто то есть она как раз адаптирована для обычных людей занимает очень мало времени может делать каждый день нужно делать каждый день она позволяет гипервентиляцию проводить легких во всех отделах вот в этом собственно говоря вся эта фишка то есть фактически что делается застойные отделы легких которые обычно не работают которые похожи на затхлый какой-то подвал в котором образуется сырость грибки плесень но это сравнение надо провентилировать то есть открыть и провентилировать это вообще вообще по жизни хорошо для того чтобы спрофилактировать различную застойную инфекцию которая будет активироваться при возникновении любого заболевания когда упадет иммунитет также способствует тому что работают левиолы это пузырьки дыхательных бронхиолы это пути проводящие вот и бронхи мелкие те которые в обычной жизни практически не задействованы потому что не секрет что люди дышат крайне поверхностно вообще то есть если человек не ведет активный образ жизни спортом не занимается или занимается мало то у него вообще легкие работают процентов на 25 а может даже на 15 то есть ему как бы больше не надо они у него разучиваются вообще как правильно дышать человек который спортом занимается но не занимается дыхательными практиками он эффективно использует наиболее тренированные так отделы то есть мы обычно задействуем то что у нас и так хорошо работает поэтому человек использует легкие довольно хорошо процентов на предположим на 75 вот и с помощью других компенсаторных механизмов он обеспечивает то что может вы выдерживать длительную нагрузку или тяжелую физическую нагрузку это раз это выброс в кровь дополнительные там эльтростритарной массы это учащение частоты дыхания это перераспределение сосудистого тонуса или и так далее и вроде все нормально но это тем не менее не говорит за то что у него задействованы все отделы легких хорошо все отделы легких задействованы например у тех кто занимается фридайвингом они потому что делают упражнения специальные но не во всех правда сом школах сми фридайвинга где не используются гипервентиляции легких и задействуются все это дел и а чем больше отделов задействовано тем больше соприкосновения с активным кислородом воздуха и соответственно лучше сатурация а сатурация это то что страдает как раз при ковиде то есть понимаете можно не просто вернуть себе нормальные легкие после ковида а еще при течении не тяжелой формы особенно когда вы не знаете ковид у вас или не ковида вы заболели у вас какая-то урви вот вы можете делать спокойные дыхательные самки практики повышая в том числе сатурацию и не давая развиться застойным заявлением в нижних отделах легких вот такая вот штука если вам интересно обязательно напишите комментарии за под этим спросите у меня что это за упражнение вот я под этим видео значит оставлю свой телефон ватсап и вайбер можно мне туда будет написать я там отвечу на вопросы как и чего потому что я еду за рулем не могу ничего не показать и рассказать вот а так я обязательно все дело покажу и и расскажу потому что на самом деле все не сложно вот но конечно требует определенных усилий но это очень мало времени занимает я вам говорю что я на протяжении долгих лет занимаюсь этими практиками ну сколько мне белу каждый день день у меня с утра это занимает ну от силы именно дыхание непосредственно ну минут шесть тире десять это максимум самый который может быть тогда выходят не только и те дыхательные практики которые я предлагаю в целях профилактики осложнений которые могут быть вызваны к видом там есть и другие ну конечно когда я целенаправленно занимаюсь только дыхательными практиками вот не в плане с профилактики и в плане вот такого стандартного комплекса специально тогда что подольше по времени занимает но это отдельная тренировка по дыханию это совсем отдельная тема но это не имеет практически ничего общего с профилактикой смд ковида хотя а посредственно тоже влияет ну все короче что хотел сказал будет интересно пишите салют